Сегодня 4 июня. 4 июня 1648 года второй русский царь из династии Романовых Алексей Михайлович проявил неслыханную щедрость, выдал патриарху московскому и всея Руси Иосифу грамоту на владение Самарским Спасо-Преображенским мужским монастырем с несколькими поселениями, расположенными на правом берегу Волги, а также с близлежащими пустошами, озерами и другими угодьями. Позже государь пожаловал этому монастырю село Рождественское и рыболовные участки на Волге и Самаре. Сегодня Международный день невинных детей жертв агрессии, а в России в первое воскресенье июня отмечают День миллиоратора. Поздравление с днем рождения сегодня принимает член Общественной палаты Самарской области известный композитор Марк Григорьевич Левянт. Также в четвертый день июня, правда в разные годы, а порой и столетия, были рождены знаменитый русский военачальник и государственный деятель Алексей Ермолов, поэт, член-корреспондент Петербургской академии наук Аполлон Майков, советский хоккеист и прославленный тренер Виктор Тихонов, популярная американская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли и другие известные люди. Четвертый день июня наши предки посвящали мифическому существу Василиску и старались не заниматься никакими делами ни в поле, ни в огороде. Старики говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. У девушек на Василиска был свой обычай. Они плели венки из березовых веточек и бросали их в реку. Если венок вдруг тонул, это предвещало несчастье. Существовали в этот день и особые приметы на урожай. Так массовое появление оводов сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы. Таким был в истории четвертый июньский день. Всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok